Итак, сегодня северная столица России стала центром большой политики. Здесь состоялись сразу два саммита Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств. Декабрь – традиционно сложное время года, когда государствам надо сверить часы и по международной повестке, и в двусторонних отношениях. И как раз к переговорам Минска и Москвы по углублению интеграции было приковано пристальное внимание. Итог. Из 31 дорожной карты по трём обсуждение ещё предстоит. Это касается нефти, газа и налогообложения. Тем не менее, эти сложные вопросы остались на контроле у президентов Беларуси и России. И Александр Лукашенко по итогам встречи подтвердил – общее видение есть. При этом оба лидера отметили колоссальный прогресс за годы существования союзного государства. Что касается отношений стран к пятёрке, и здесь у глав государств завидное понимание. И это важно, ведь на этой ноте Беларусь принимает председательство в Евразийском экономическом союзе на следующий год. Наталья Стельмах передаёт из Санкт-Петербурга. Всего пару дней назад на Санкт-Петербург внезапно обрушился шторм. В городе даже предупредили о высоком уровне опасности в связи с угрозой наводнения. Но сегодня тучи, как по заказу, рассеялись. И к обеду даже показалось неяркое солнце, что обычно не свойственно в эту пару годы российской северной столице. И пока журналисты в пресс-центре президентской библиотеки обсуждали явно хороший знак В преддверии очередного раунда переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина сами президенты прибыли для этой встречи, очевидно, в хорошем расположении духа. От погоды ли не так уж и важно. В зале для двусторонней встречи к этому моменту собрались правительственные делегации от обеих стран и пресса. Ожидали, обсуждали, дождались. Правда, главы государств к столу переговоров подошли на час позже, чем было запланировано. Но на первый план вышло не время, а те договоренности, о которых так много говорили в конце года. Мы действительно сделали очень многое. И не только в социальном плане, для наших людей, это правда. Мы очень многое сделали в экономике. Мы создали единое оборонное пространство, единое пространство для работы наших спецслужб. Они очень в контакте работают. У нас единая граница, у нас единая таможня, единая группировка вооружённых сил, созданной Россией и Белоруссией, на западном направлении. Никаких проблем у России нет для полёта над Белоруссией. Полётами мы всегда обеспечиваем исключительно порядочно. У нас никогда не было с вами вопросов с россиянами по поводу перевозок авиатранспорта. Результаты работы в рамках этого документа тоже значительные. Мы, когда начинали этот процесс, у нас товарооборот был 9 миллиардов долларов, сейчас он 35,5. Это вот такой зримый результат. Но опыт, который мы приобрели вдвоём, имею в виду между двумя государствами, в рамках этого строительства, межгосударственно широко использовался при формировании интеграционных объединений, в том числе и Евразия. Так что это имело такое пролонгированное значение не только для нас, но и для других наших партнёров. Не случайно главы двух государств встретились на полях саммита ЕС. Ведь это экономическое объединение. А основные вопросы в союзном государстве как раз лежат в плоскости экономики. Казалось бы, двум странам проще договориться, чем пяти. Можно, по сути, обкатать интеграционные механизмы на более тесном формате и потом расширить их. Но что можно сказать о перспективах по формированию единого энергетического рынка в Евразийском экономическом союзе, а он в планах к 2025 году, если спустя 20 лет союзной интеграции Беларуси и России – это до сих пор один из важных, если не самый главный пункт. Беларусь нефть, я уже говорил, вернулась на работу в России и уже не только оказывает сервисные услуги компаниям, не только реанимирует старые месторождения, технологии есть такие. Это ещё с советских времён компания очень сильная, Беларусь нефть, она уже добывает нефть в Российской Федерации. Сегодня Беларусь покупает у вас не только сырьё, но и комплектующие. И на предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работает больше 10 миллионов россиян. Мы обычно умножаем, если семья на 4, представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот, так называемый, и совместную производственную кооперацию. С развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Но, вы правильно сказали, есть над чем работать. И это 8 дорожных карт, из перечня в котором 31 документ. Согласование оставшихся позволит президентам сделать следующий шаг в союзной интеграции, подписать программу дальнейшего сотрудничества. Но для этого, кроме прочего, необходимо урегулировать вопросы, которые Минск напрямую связывает с интеграцией. Стоимость газа для Беларуси в следующем году и компенсация потерь от налогового манёвра России. Эти темы главы государств детально обсуждали уже без присутствия прессы. И судя по финальному коммунике руководителя рабочей группы по проблемным вопросам интеграции со стороны России Максима Орешкина, к этим вопросам президентам ещё предстоит вернуться. Но всё же прогресс есть. Мы следовали в рамках тех договорённостей, которые были достигнуты в Сочи. Нам президенты дали ряд указаний. И мы сделали очередной шаг вперёд с точки зрения согласования вопросов. У нас согласованы полностью вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка. У нас сейчас, по результатам сегодняшних переговоров, осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договорённости. Это договорённости в нефтяной сфере, договорённости в газовой сфере и договорённости в налоговой сфере. Это три группы вопросов, которые осталось решить для того, чтобы финализировать все дорожные карты. Напомню, у нас 31 дорожная карта, три блока вопросов остались, которые мешают достигнуть пакетной договорённости. Подробностей, когда будет следующая встреча, где состоится, какой формат и повестка, министр не сообщил. На вопросы журналистов Орешкин не отвечал и стремительно удалился. А вот Александр Лукашенко, напротив, был в духе, откровенно и подробно ответил на вопросы о переговорах. Вот я тебе скажу то, что не скажет никто. Сегодня мы поручили руководителям групп, крутому нашему, Орешкину России, Максиму, проинформировать о том, какие вопросы сняты. Естественно, остались самые сложные вопросы, но только в цифрах, энергоносительные, в цифрах. Но концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 миллиардов кубов газа. Ограничений здесь нет, можно и 22. С водом атомной станции, конечно, мы 4-5 миллиардов меньше будем закупать. Поэтому по объемам договорились и по нефти договорились, что мы купим в России 24-25 миллионов тонн нефти. Цены будут не выше уровня текущего года. Конкретно там доллары, центы, рубли и прочие копейки, вот буквально по нефти в течение двух дней будет цена. А по газу, я думаю, 2-3 дня во вторник в Газпроме специалисты встретятся и уже будут конкретные цифры. Но в целом, повторяю, цена остается на уровне текущего года. До конца года будет еще встреча с президентом России или в начале? Если понадобится, да. Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время, если у нас там пару проблем, которые мы должны разрешить президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте в России или в Беларуси встретимся. То есть в целом вы довольны сейчас ходом переговора? Все довольны. И президент России, и президент Беларуси, и межправительственные группы, которые сегодня работали почти 3 часа мы не имеем эти переговоры. В целом, в целом мы удовлетворены ходом и результатом. Следом за белорусско-российскими переговорами сдвинулась и вся последующая программа ЕС. Но лидеры Армении, Казахстана и Кыргызстана были дипломатичны. Заседание в узком составе прошло без единого упоминания о каких-то временных неудобствах. Возможно, потому что хозяин встречи начал с козырей. Надеюсь, что наша сегодняшняя работа будет конструктивной, предпраздничной и будет отвечать нашему настроению. Оно заключается в том, чтобы двигаться дальше и как можно основательнее, как можно быстрее в направлении реализации всех наших планов. Дальше, как и положено по протоколу, слово премьер-министру Армении по алфавиту. Тот продолжил праздничную риторику и уложился с этим всего в минуту. У нас есть консессус по всем вопросам нашей повестки дня. И мы сразу же можем перейти к процедуре подписания документов. И я думаю, что это очень хороший знак и очень хорошая атмосфера, что у нас фактически есть согласие по всем вопросам. После уже белорусский президент поблагодарил Армению за успешное председательство в ЕС в 2019-м. А в следующем году эстафета перейдет к Беларуси. Александр Лукашенко предложил и кандидата на должность нового главы Евразийской экономической комиссии. Это уже не секрет. Более того, экс-спикера Совета Республики в этом статусе одобрили все участники ЕС. Я думаю, что мы можем... А где Михаил Владимирович? Вот так вы покажите человека живого. Мы только что договорились. Блок торговли оставляет с собой Российская Федерация. У нас остается техническое регулирование. Комиссию аграрно-промышленную мы передаем Армении. И за нами председательство. Так что все эти вопросы решены. Их нечего обсуждать. Единственное, только сейчас пригласят председателя будущего. Может быть, кому-то не понравится. Хотя все его прекрасно знают. Этот человек очень опытный. Но вообще, чтобы не задерживать, можем перейти туда и там его представить. Я думаю, лучше так. Правильно? В итоге зафиксирован новый рекорд по продолжительности заседания Высшего Евразийского экономического совета. Пять минут. Вот уж действительно полное понимание. Но встреча в расширенном составе с участием профильных министров предсказуемо продолжалась больше. Никол Пашинян начал с того, что спорных вопросов нет. Позитивную риторику продолжил поздравлением будущего главы комиссии. Полномочия Михаила Мясниковича начнутся с февраля. И даже передал слово нынешнему председателю. Но в такой порядок вмешался Александр Лукашенко. Тигран, одну минутку. Владимир Владимирович, уважаемый Николай Владимирович, так надо утвердить председателем. Михаил Владимирович. Да, 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 конечно. А мы же утвердили. Может, будут вопросы к человеку? Ну, конечно. Пускай хоть посмотрят. Приехал Питер. Я хочу отметить главное, то, что есть политическая воля глав государств на полноценную интеграцию наших государств. Есть базовые документы, которые составляют право Евразийского экономического союза. И я вижу главную задачу, это вот обеспечить реализацию этих документов и политической воли, которая проявлена главами государств. И, безусловно, я прекрасно понимаю, что очень много будет нужной, но рутинной работы, которая касается согласований, выработки взаимоприемлемых решений. Но я думаю, что тот багаж знаний и опыт, который располагаю, будет способствовать тому, чтобы это реализовать. И когда все нюансы были уже окончательно сняты, стороны перешли к подписанию принятых документов, среди которых особняком стоит бумага по поводу устранения государственных барьеров. Если в 2017-м общее количество препятствий для входа на рынки партнеров по ЕС в объединении насчитывалось 60, спустя два года их уже больше 70. Динамика прямо противоположна интеграционным устремлениям и над этим придется работать. Еще одно принятое сегодня соглашение касается пенсии. Президенты закрепили право трудовых мигрантов в пределах пяти стран рассчитывать на пенсионное обеспечение вне зависимости от страны, где раньше работал и теперь живешь. И есть у пяти стран еще желание либерализации отдельных секторов услуг в рамках союза. Его тоже оформили в виде акта. И, конечно, переход председательства от Армении и Беларуси. Уважаемые друзья, председательство переходит к Беларуси. Я хочу вас пригласить в мае месяце в Минск для проведения очередного заседания нашей комиссии. После официальной части Владимир Путин наградил орденом Дружбы народов нынешнего главы ЕЭК Тиграна Саркисяна. На этом встреча в формате ЕЭС завершилась, но вот в формате СНГ началась. Лидеры Содружества также приехали в город на Неве для неформальной встречи по итогам года. Сначала она прошла за круглым столом, а после переместилась за другой. Только вот его форма журналистам осталась неизвестна. Из президентской библиотеки имени Бориса Ельцина главы государства ехали обсуждать вопросы за рабочим ужином и без телекамер. Вообще все сегодняшние встречи, можно сказать, пошли не по плану. Восторонняя встреча Минска и Москвы затянулась. Сместилось и заседание ЕЭС. Но благодаря тому, что лидеры стран заранее пришли к консенсусу, завершили встречи как раз по протоколу. Саммит глав государств в формате СНГ за столом переговоров и вовсе не был запланирован. Он продлился больше часа. Все сегодняшние встречи называют неформальными. Это вроде как и объясняет такие повороты, отступление от протокола. Но главное, итог встреч на берегу Невы в том, что 2019 год политики завершают с таким ценным качеством, как понимание. Наталья Стельмах, Дмитрий Буй, Наши новости, Санкт-Петербург.